Здравствуйте! Ты живой? Меня отойти? Нет, я тебя всего вижу. Ты меня всего видишь? Вообще. Носквозь. Ну ладно, все, поехали. По крайней мере, время от времени, когда я что-то рассказываю на кафедре про наши научные результаты, я пытаюсь эпатировать публику, но вас невольно удивишь после моих лекций, особенно маленьких. И скучно придумывать название «строение», «левые ноздри», «установого раз», как мы сегодня вспоминали на лекции. Поэтому все не как у всех. А дальше ваша научная эрудиция подскажет вам, знаете ли, те два термина, которые написаны дальше. Не в том смысле, что у нас народ необразованный, а в том смысле, что я их тоже сам не так давно узнал. Поэтому обижаться не стоит. В качестве направок рекламы. В конце этого месяца у нас состоится еще один доклад. Андрей Шустидианович расскажет вам много интересного. Я хочу просто отослать, сделать отсылку к моему докладу 2019 года на ТОПе русских чтениях. И доклад Андрея Шустидиановича и мой посвященный бактериальным симпионам ушанок был и будет. И вот посмотрите, название тоже, оно чем-то, так сказать, некая отсылка к нынешнему докладу. Все сложнее, чем мы думали. Могу сказать совершенно ответственность, что все, что мы тогда думали про бактерии, оно еще сложнее оказалось, и оно почти не то, как я это рассказывал. Интересно. Поэтому я вас пытаюсь интриговать. Приходите, пожалуйста. Сейчас, буквально две недели назад, была принята печать и вот уже пришли очень быстро грамки, корректура нашей статьи, новой, которая посвящена половому размножению циклостонных мешанок. А как это сделать? Зелененький. А здесь зелененький. Нет, нет. Покажи, пожалуйста. Либо свернем, а потом найдем. Подожди тогда вот этой. Вот, давай. Еще раз свернем. Хорошо. Вот это. О! Ну я же спросил, все ли видят. Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда нет. Вот она. Вот она. Да. И теперь снова переход. Ну, совместное использование. Совместное использование. Да, 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 да. О! О, все есть. Нормально, да. Нормально, да. И вот полностью открывать. Сейчас, сейчас, сейчас. Должно. И накрывает. Давай сейчас. О! Хорошо. Я надеюсь, что оно сейчас. Даже ты меня смотрел. Ну, те, кто не видел, я не могу такую красоту не показать. Посмотрите, какая прелесть. Да. Посмотрите, какая совершенно замечательная кризия у нас с кончиками, с щупалец развернутых. Ольга Николаевна сделала такую. Поэтому я показываю всем название доклада еще раз, тем, кто не видел, да, и проскакиваю сюда. Итак, у нас статья, работа над которой заняла почти 4 года. И большая часть которой была выполнена у Ульяны в первую очередь в Венском университете на время ее аспирантуры. И это совершенно неожиданно, это исследование совершенно неожиданно стало вот для меня такой очень знаковой работы. Потому что, на самом деле, я начал работать с циклостомными мишанками. Это мой курсовик, и это моя дипломная работа, это моя гримидатская диссертация, которую мы в один день с Алексеем Владимировичем Грешенковым защитились. Ровно 25 лет назад, 14 декабря, ну плюс-минус 3 месяца, простите, у меня в 133-й аудитории я засчитал диссертацию, которая была посвящена циклостомным мишанкам. Но все это касалось не мягких тканей не анатомии, не репродукции, а строению их колоний. И вообще эта группа, она на задворках, вот если мишанки на задворках науки, так сказать, зоологической, традиционной, циклостомы-то они всегда находились и находятся до сих пор на задворках в реозоологии, если угодно. Если вы посмотрите на этот участок скалы, то вообще-то здесь, кроме этой как бы несчастной асцидии и все остальное, циклостомные мишанки. Если вы посмотрите вот на этот трал, который взят был недалеко от Новой Зеландии, то 95% того, что вы в нем видите, это тоже циклостомные мишанки. И вообще-то они не маленькие и не крохотные. Если вы посмотрите на шкалу, что это один миллиметр, что колонии вот такие вот, как микрокораллы, цинктипоры, то есть это очень значимый и весомый компонент вентосных экосистем, особенно в холодных водах, на которые не обращать внимания просто не получается. Вообще они чрезвычайно разнообразны морфологически. Да, вот то, что они делают со своими трубочками, а характерная особенность у колонии циклостома, именно поэтому им дали это название, которое дублируется с миногами и миксинами, циклостома, это до сих пор конфликт, никто не хочет уступать. Естественно, миноги и миксины, для них циклостома это был несколько раньше придуманным названием, но наши, баск, англичанин, который родился в Санкт-Петербурге, а потом уехал жить и работать. Он был из семьи дипломата, поэтому жил в Санкт-Петербурге. Какое-то время ребенком уехал в Лаврию, и он придумал циклостома, почему-то не сопоставив это с существующим уже термином, и назвал вот эту вот совершенно роскошную, совершенно чудесную группу мшанок, которая, как я уже сказал, традиционно, несмотря на то, что это одни из первых мшанок, Нижний Ордовик, то есть им 400 с лишним миллионов лет, остаются вот именно на таких заборках зоологической науки. Это картинки из моей диссертации, то есть я еще раз хочу показать, что, в общем-то, большую часть того, что я делал с циклостом, это были скелеты. Это разнообразие полуниарных конструкций, это их эволюция, соответственно, это какие-то структуры, связанные опять же с полиморфами, вот эти вот крупные грушевидные какие-то разрастания и так далее. Но ничего с мягкими внутренними витками. Начал я свой рассказ и небольшое отступление сделаю со слов «все не как у всех». Вообще мшанок «все не как у всех». Да, я еще раз подчеркиваю это, и если это даже только вот такая вот слабая-слабая выжимка того, что можно назвать таким парадом праздников непослушаний. Да, у нас есть некие канонические вещи, характерные для большого количества групп, и фрики какие-то, да, соответственно, отскоки от этих канонов, они рассматриваются всегда как «вох». А вот если мы возьмем брязо всех вместе и возьмем циклостомы в частности, то получится, что этих отскоков невероятное количество. Чтобы у группы, которая принадлежит к лафатрахозоям, были настоящие линьки, да, у нас такие виды, которые по-настоящему линейную сбрасывают кутику. Да, или то, что они придумали, причем придумали много раз, они ходят, да, колонии ходят, не плавают, там какие-то сальто и прочее, пиросомы, не ползают, есть одна колония, один пример среди асцидий, которые ползают, а по-настоящему ходят по дну, да, на своих вот этих сетах и прочее. Вот, они экспериментировали с целомом, они, на самом деле, много чего, так сказать, сделали такого в своей эволюции, чего никто из них не сделал. И вот, в частности, мшанки действительно самые плацентарные из всех водных беспозвоночных. Они, так сказать, конкурируют с глистами, извините за этот мой французский, с некоторыми паралитическими плоскими червями, вот, и с отработами, но, в принципе, если как только мы уходим в воду, им равных нет. Я снова возвращаюсь в данном случае к нашей статье, вот, которую только что приняли. Два в одном флаконе все знают, три в одном флаконе такого Джонсон и Джонсон пока не придумали. Циклостом это придумали. Это единственная группа, в которой три таких признака, очень мощных, а именно это живорождение. Живорождение в данном случае принимается под целомической инкубацией мглёв. Плацентарная инкубация, то есть при помощи каких-то специализированных структур. И еще один фенометр, довольно редко распространенный, нечасто встречающихся, полиэмбриомид, все вместе, у них это есть, и единственный человек, у которого это еще тоже есть, и это, извините, паяс и брюнеоносность дозитов. Все. Больше вот этой комбинации, да, вы скажете, типа, ну и что? А вы попробуйте сами. Так вот. Больше ни у кого этого нет. Это само по себе уже привлекает внимание. Поэтому, когда мы начали работать, вот, допустим, это декуцинированная колония, тоже вы часто на практике наверняка их ловили, там диспадалов, патиналов. Вот. Вы видите сейчас инкубационную камеру, забитую личинкой. Эти личинки образовались из единственного яйца. Их здесь штук триста, если и не больше. А если брать, что такой, как называют, так называемый гонозовой, функционирует на протяжении всего лета, то можно сказать, что одна колония продуцирует тысячи колоний из одного яйца. Это и хорошо, и плохо. То есть на эту тему можно говорить сколько угодно. Так сказать, продуцирование продукции клонов – это вообще хорошо в эволюционном смысле. Но чем-то возьми, если они существуют с нижнего ордовика, значит, это не так и плохо. Значит, как-то они все-таки манипулируют вот этим все. Итак, если мы посмотрим на колонию, в принципе, вот такой колонии. Мы работали с кризидами небольшой достаточно, но одной из самых поздних в эволюционном смысле семейств. У нас вздутые шишечки, которые вы видите на веточках, это и есть модифицированные зооиды. Мы их называем гонозооидами, в которых осуществляется вот этот самый эмбриогенез, вот это вот образование, множественное образование эмбрион. И здесь на этой эскизке слева вы тоже видите, вот там вот на фотографии, вернее, такой гонозовой, с желтеньким содержимым внутри. Ну вот, все хорошо видно, да, может быть, свет чуть-чуть пригасить или это плохо будет. Хотя бы вот здесь, вот в вторую часть. Потому что дальше пойдут электронки, я бы хотел, чтобы там были видны детали. Итак, в 1893 году Сильный Харвард, директор Британского музея, вот это я тоже всегда так люблю иногда прихвастнуть, что люди, занимавшиеся мчалками, они вообще-то в биологии занимали ключевые посты, порезал кризию и увидел, что там такое вот делается, а именно то, что якобы есть эмбрион, вообще-то неправильная масса, от которой дистальные части начинают отщепляться, так называемые вторичные эмбрионы. И вот эти, собственно, вторичные эмбрионы, через которые эмбрионы трансформируются в личинок, он насчитал там до 150. Указки пользуются электронно, а то никто же не видит. Мышь. Мышь. Хорошо. Там есть. Я могу вот так. Лучше? Да-да-да. Итак, вот эта вот неправильная, да, вся масса, которая украина обозначила как первичный эмбрион, она в конечном итоге разваливается на вторичные эмбрионы, каждой из которых расформируется в личинке. Замечательно. по его стопам. Он назвал это эмбриональным фишен расщепление, то есть не почкование, да, не какое-то еще. То есть первичный эмбрион, масса вот эта эмбриональная, не дифференцированная, хотя там, как-то здесь были мнения, вот она разваливается на вторичные такие моррунки, да, плотные, без внутренней какой-либо полости. Вот. И из них потом формируются личинки. По его стопам пошли француз Кальве, и в 26-м году Фолкибок, швед, опубликовал свои фотографии срезов теперь уже, так сказать, да, чтобы всем было понятно, что это правда, никто ничего не придумал. А вот у Кальве рисунок того, как первичный эмбрион разваливается на эмбрионы вторичные. Я сегодня с эмбрионезом не буду ничего. Вообще, эта статья, которую я вам показывал и рекламирую, она включает в себя такое количество аспектов, мы с ней очень много работали, что все это просто совершенно невозможно передать. И все, 26-й год, а потом как будто забыли об этом. Никто не работал с ними. До 70-го года, когда Клаус Ньюсон немножко повозился с личинками, но это именно личинки, да, он ничего про размножение особенного кроме личинок и металлорфоза не сделал. И две дипломные работы. Интересно, одна была выполнена у нас на кафедре. Николай Лутов защитил диплом в 77-м году, и он чуть-чуть, он работал по руководству Миничева, даже если кто не знает, кто это был такой, все знают, дом. Вот, и они напубликовали одну статью про особенности размножения, но это в основном тоже было эмбриотинность. И потом была такая девочка Настя Далинина, в 92-м году защитила диплом, вот у нее побольше немножко данных было по размножению, но диплом на кафедре эмбриологии, к сожалению, потеряли, и сколько я там не пытался ходить и просить, чтобы посмотреть на ее электронки. У меня этого не получилось. Немножко желтеет экран. Может быть, еще кто-то помнит, что у нас на кафедре учился китайский студент, которого звали Ли Ци, которого я тоже пытался на эту тему схватать. И вот это его единственный нацелевший кадр, на котором вы видите дистологический срез участка гонозоида. И вот этот мишка замечательный в центре, это не что иное, как первичный эмбрион, от которого вот такие вот выросты в разные стороны отходят, и они, конечно, в итоге разваливаются на вот такие вот вторичные эмбрионы вырастающие в личинках. Уникальный кадр, больше таких ему не удалось получить. Итак, мы взяли два вида кризия, горная кризия латродакта, очень широко распространенные вообще в реальных водах. Вот, сверху один вид, снизу другой вид, вы видите на акцентах совершенно изумительные, замечательные, красивые зверюшки. И вот те самые гонозоида, о которых я говорил, отмечен один здесь пустой звездочкой, а с содержимым, с эмбрионами вы видите здесь их тоже. И полезли внутрь, полезли им в душу. В душе оказалось все точно так же, как, собственно, описывали наши предки. То, что вы видите слева, это почти полностью сформированный гонозоид, вот эта инкубационная камера. Заметьте, я не называю ее выводковой камерой, именно инкубационной. И вот здесь вот на донышке самый-самый маленький ранний первичный эмбрион. Вот он справа чуть-чуть побольше. А здесь уже первичный эмбрион, который пошел расти, от которого начали отваливаться вторичные эмбрионы. Вот он, собственно, в полном соку. И тоже дистально вы видите, вот они вторичные эмбрионы, которые от него отваливаются. Это не почкование, это именно глубокие щели, рассекающие эмбриональную массу, не дифференцированную. Соответственно, таким образом изолируется вторичный эмбрион. На схемке это очень хорошо показано. Левая – это распущий, формирующийся гонозавоид, а это не что иное, как результат трансформации обычного зооида, аутозавоида. Из трубки превращается вот такая здоровенная корзина или конус, если угодно, да, естественно, закрытая сверху. А справа – это уже полностью сломированный. Опять же, разные стадии развития эмбрионального вы здесь тоже видите, но… И вот здесь мы начинаем говорить по существу. Что заполняет пространство между этими эмбрионами? Вот так, как бы, серое масло с каким-то количеством ядер, обозначенное на этой схеме как НТ, внутритив тишью, питающая ткань, в пределах которой растет вот это потомство. – Вообще-то это плацента. Это плацентарная новость, но очень необычная, как выяснилось. То есть можно сказать, что на самом деле мы открыли новый тип плаценты. Сейчас выясним. В норме плаценты в широком смысле обозначают любое прилегание тканей потомка и матери или родителя, потому что иногда таковыми становятся папы. Вот в частности, здесь вы видите морского конька. И это могут быть либо сами, само тело эмбриона, либо эмбриональные оболочки. И вот здесь вот два участка, допустим. Вот верхний участок – это хориан, прилегает к материнскому организму, и здесь осуществляется активный обмен веществами. А здесь желточный мешок эмбриона прилегает тоже к карману, в котором осуществляется инкубация. И здесь тоже осуществляется обмен веществами. То есть в любом случае стандартное представление о плаценте – это точечно, это локус какой-то один, более-менее большой. Но вот так, чтобы плацента окружала целиком эмбрион, более того, чтобы эмбрионы были погружены в плаценту, как бы в большую такую массу непонятную ткань, да, вот такого, по сути дела, я не знаю. И вот если мы на экологических исследованиях посмотрим, вот здесь вот два ранних эмбриона, которые погружены в некий вот такой вот копаркин, есть такое слово, мне оно понравилось, то есть это по большому счету какой-то непонятный фарш из не то клеток, не то их частей, идут какие-то межклетники, внутри какие-то вакуоли и так далее, то на самом деле на том уровне, на котором работали наши клетки, определить, что это такое было очень сложно. Хаммер назвал это ядерным вот таким протоклазматическим ретикульмом, потому что там какие-то выросты, какие-то, так сказать, не то эти вертикулы, не то что-то сливается и так далее. А Борк, как бы, он назвал это синцитиумом. И, в общем-то, мы, когда начинали все с этим работать, мы подходили к этому как синцитиуму. Да? И каково же наше удивление было, когда мы поняли, что это не совсем так. Чтобы пояснить то, что это действительно плацента, вот вам граница между эмбрионом, сверху этой эмбриональной клетки и, собственно, тем, что его окружает плацентарным аналогом. И вот, собственно, активный и идущий эндоцитоз, то есть эмбриональные клетки активно что-то в себя заглатывают, так сказать, погружают. Ну и, в общем, они растут, понятно, никакого дробления роста всего этого, да, не было бы, если вы не транспорт веществ. А это противоположное, прямо противоположное, как бы тыльная базальная сторона плаценты, которая тоже эндоцитирует, то есть она хватает питательные вещества снаружи, вот, и с полости изооида, транспортирует сквозь себя, обрабатывает, поскольку очень мощный биосинфетический аппарат в этих клетках, и обдаёт эмбрионам, которые это уже потребляют. Вот если опять вернуться к этим схемам, то левая часть, левая схема вот с этими эндоцитозными пузырьками, она вот здесь вот, да, вот она, как сказать, такая внешняя наружная часть плацентарного аналога. А вот то, что происходит здесь, это любой из этих эмбрионов, окружённый вот этой самой питающей тканью, он и осуществляет такой транспорт веществ. Но самое-то интересное, как образуется эта ткань? Я, как я уже сказал, следует, так сказать, по стопам великих, мы решили, что это синцитий. Что такое синцитий? Синцитий – это результат слияния клеток. Но мы так и думали, что эмбрионы исходно окружены какими-то клетками, они делятся, сливаются и образуются вот это вот нечто. Потому что, когда мы начали резать вот таких вот границ между клетками, мы находили немного. Но посмотрите, вот это что? А это ядро. Это огромное лопастное ядро, которое на выходе даёт вот это. То есть получилось, что у нас здесь то, что мы имеем, это не результат слияния клеток. Это одна гигантская клетка. Это то, что в ботанике получило название ценоцита, а среди протест называют и, так сказать, и же с ними плазмодием. То есть механизм образования всей этой структуры совершенно другой. Более того, вот, собственно, если мы начинаем анализировать вот эту самую нашу плаценту, получается, что кроме вот этих вот огромных блоков, причём с разной ультраструктурой, с разными контактами между собой, с цитоплазматическими мостиками, ещё впаяны крупные клетки, которые, мы предполагаем, могут играть роль с половых. У мшанок до сих пор с половых клеток описано не было, и никто не знает, что делать с этой проблемой. У всех они есть, у мшанок нет. Это ещё одно исключение, всё никак у людей. Вот, может быть, всё-таки это. Короче, это очень сложная структура, которая возникает из двух разных источников, которая очень динамична. Разные блоки этой ткани, ткани крепкие или совокупности, да, они, так сказать, имеют разную ультраструктуру, огромное количество автофагосонов. Это всё сжимается, так сказать, растёт, где-то дегенерирует и так далее. Всё оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. И вот здесь я подумал, ага, а у кого ещё есть ценоциды у животных? То есть мы здесь имеем три варианта. Есть ценоцид, многоядерная некая структура, образовавшаяся на базе одной клетки. У нас есть цинцидий, многоядерная структура, сообщей цитоплазмы, образовавшейся на базе многих клеток за счёт их слияния. И есть плазмотик, который, по большому счёту, да, вот эти три термина, это ценоцид только у животных. Ну, я стал искать. Ну, конечно, конечно, сифоновые водоросли, да, то есть вот здесь эти все примеры, это одна клетка. Они образовались за счёт вот такой, они ценоциды. Более того, интересно, что вот у этой группы, вот, бревсидалис, у них, оказывается, вот это я никогда не знал, так сказать, начитался, хвастаюсь, у них органеллы гоняет из угла в угол, то есть у них внутри мощные токи цитоплазмы, которые перераспределяют органеллы в свободном, как бы, порядке и в свободном режиме в пределах вот этого всего образования. Ну, совершенно, так сказать, замечательная штука. Естественно, грибы, часть грибов, по крайней мере, вот эти два таксона и ещё один, который я не стал сюда вносить, это так называемые несептированные мицели. Это тоже, по сути дела, одна клетка, но у них, как бы, таких несколько. Впрочем, как вот у плаценты циклостома, то есть это несколько крупных ценоцидов, которые связаны друг друг с другом степлазматическими мостиками. Естественно, миксомициды, вот, это ещё один из таких классических примеров. На основе одной клеточки мы получаем вот эту махину, которая размером может, как вы знаете, да, там несколько квадратных метров, клетка одна, несколько квадратных метров и там веса вот это, сколько-то килограмм, там самые крупные представители. Впрочем, по большому счёту, такими же ценоцидами являются эмбрионы, ранние эмбрионы, достаточно большого количества артропот, некоторых канедавий, некоторых костистых рыб, вот, за счёт поверхностного дробления богатых желтком яйца не в состоянии быстро строить клеточные перегородки. Вот, в результате вот вся центральная часть яйца дрозофила, она занята желтком. Там просто ничего не построить, да, отделения быстро яйца идут, поэтому всё посечено снаружи и только позже, как бы, да, вот это пространство цитоплазматическое обслуживающее ядро, оно отделяется от всех остальных растающих плазмолимы, образующихся плазмолимы. То есть, потенциально этот пример можно использовать. Ну и, конечно, я же не мог пропустить Южа Сергеевича, вот, с его замечательными зверёшками. То есть, ещё три примера. Почти грибы, а может быть, грибы микроспоридии, соответственно, миксозои и оконнективы. Три примера, которые, по большому счёту, показывают то же самое. Их плазмозия — это результат деления ядра в одной клетке, да, и их роста, вот этого гигантского роста. Причём интересно, что точно так же, как у наших цитлоосторных мышанок, вырастающее потомство погружено вот в эту питающую клетку, вот такую вот многоязерную, да, с разным уровнем сложности и так далее. И это вот такая совершенно замечательная морфофизиологическая конвергенция, которую мы наблюдаем. Но эти-то все паразиты, а мы — нет. Да, мы опять исключение. Я посмотрел, у кого есть плаценты по типу, по типу вот таких вот, о которых мы сейчас говорим, в других группах животных. Вот действительно, это работа из, картинка из одной из последних работ Жанны Корневой, где она показывает, что яйца, сложные яйца и формирующиеся в пределах оболочки яйца эмбриона окружены вот такими выпоростными лопастями. А в принципе, вся внутренняя поверхность, есть бывшие эпители матки внутренние — это огромные сенсити. Вот, то есть, в принципе, мы можем каким-то образом сравнивать это. Это срез эмбриона развивающегося в матке представителей семейства перипатита — это анихофоры. И вот здесь вот как раз вот участок точно такой же сенситиально-плацентальный. Но вообще-то вот этот список справа показывает, что сенситиальное образование в плацентах высших животных, позвоночных, включая нас с вами — штука достаточно обычная. И, в общем, здесь можно это объяснить тем, что наличие вообще как бы отсутствия, лучше так сказать, границ между клетками, между ядрами, если угодно — это вообще-то удобно. Можно действительно — это отсутствие лишних барьеров при перераспределении веществ. Да, это очень удобно перестраиваемая, очень динамичная штука. Можно какой-то кусок просто каким-то образом заблокировать и выключить из этого. Ну и так далее. Конечно, клеточные плаценты тоже очень широко распространены. Говорить, что вот эти элементы, они, так сказать, какие-то там уникальные или что? Нет, их много. Вот. И они функционируют не менее активно, как и вот эти вот плаценты из ценоцитов. Ну, в любом случае, значит, похвастаемся, что мы на нашей кафедре нашли единственный вот такой пример плаценты из ценоцитов на основе ценоцитов у животных. И это само по себе заслуживает внимания. Это, в общем-то, круто. Еще я постепенно подхожу к концу уже своей презентации. Интересная штука. Вот слева вы видите схему обычного аутозооидов с тянутыми щупорцами, кишкой и так далее. Вот такой ценоцитов на имшанке трубчатой. А справа схемы двух гонозооидов на разных этапах развития. Так вот. Посмотрите вот сюда внутрь и вы видите много-много-много-много-много поперечных красных линий. Это кольцевая мускулатура гидростатического аппарата аутозооида. Это отслоившийся перитениальный эпителий от стенки. Он болтается в виде такого чехла цилиндра внутри жесткой клеточной стенки. И он весь снабжен вот этими кольцевыми мышцами, поскольку когда они сжимаются, последовательно пробегая метафрональная волна, щупорца высовываются. Это гидростатический аппарат. И в данном случае я хочу, так сказать, положить вот такую вот вишенку на тортик. Вот именно он, вот именно эта сумка эпителиальная с хорошо развивкой глазальной пластинкой, этими кольцевыми мышцами становятся плацентами. Вы понимаете, мы в данном случае приходим к вам к одному из очень интересных эволюционных примеров так называемых экзаптаций. Первое вы видите определение экзаптации, которое дал Гулф еще там в 82-м году. Он многие вещи дарвиновские, так сказать, по крайней мере, переопределил. Так вот, слово преадаптация, он как бы считал несущим телеологическую нагрузку, поэтому он вместе с еще одной эволюционисткой дамой и палеонтологом по фамилии такой очень легко произносимой врва, вот чешкой по-видимому по происхождению, они придумали термин экзаптация. То есть это признак, который сходно структура, да, которая сходно работала для чего-то другого, использовалась для чего-то другого. А потом и в эволюции, и в онтогенезе, как в нашем случае, стала служить. Вот в данном случае мембранная сумка, гидростатический аппарат стала плацентой. Да, ну это ж в какое, так в какие ворота лезет. А вообще замещение функций, замещение органов, физиологии, морфологии и так далее, это очень длительная эволюционная история. У нас целый ряд авторов, я не буду рассказывать про то, что они сделали, но здесь наши, естественно, Федортов, Северцев, Мальгалазин приняли активное участие. Этот вопрос разработан очень детально в литературе и широко. Ну и, наверное, я вот вот эту вот картинку. То есть наличие плаценты, появление плаценты у циклостомных пшанок, по-видимому, подтолкнуло возникновение полиэмбрионии. Если бы не плацента, из одного маленького олиголицитального яичка такое количество личинок не получилось бы. То есть активный источник веществ, он и позволяет формироваться такому количеству эмбрионов. Хотя я не говорю, что это прямое следствие, но это необходимый бэкграунд. А кроме всего прочего, если мы посмотрим вот на такую картинку, здесь три типа полиморфных зооидов. Крупные трубочки – это нормальные аутозоиды, маленькие трубочки – это сенсорные аутозоиды, и вот эта здоровая плюха – это и есть гонозоиды, то есть это камера, в которой инкубируются личинки. То есть, по сути дела, образование вот такого монстра, то есть половой полиморфизм, он и был как бы обусловлен возникновением полиэмбрионии. То есть, тут одно цеплялось на другое, за другое. То есть, осуществился, реализовался некий эволюционный каскад событий, вот, от возникновения плаценты до вот этого самого полиморфизма. Ну, в общем, здесь я уже все перечисляю, я не буду, так сказать, наверное, говорить те вещи, которые я сказал. Время я выбрал, на пять минут даже перебрал. Вот, привет вам от улены, которая послезавтра, если все получится, в зоме будет защищать свою перечидирование в степи вены. Она здесь, а комиссия там. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Я, возможно, прослушал. Вот клеточный материал этой плаценты, он имеет какое происхождение? Вот эта самая мембранная сумка с мышцами и так далее. То есть, это именно от нее? Ну, по большому счету два источника это было написано. Мы предполагаем, что начальные этапы формирования вот этой ценоцитарной массы, если угодно, это остатки от яичника, потому что дробление начинается прямо в аварии. Но он такой жалкий, этот аварий, клеток там в нем так мало, но всего одно маленькое яичко продуцирует, что сформировать вот такую вот мощную ткань, даже вот так, понятно, что вряд ли он один может. Ну, и потом, опять же, у нас хорошие очень фотографии, показывающие, как мембранная сумка, вот ее эпитерий, да, и начинают клетки увеличиваться, соответственно, в них начинается вот это деление ядер, они потом начинают разрастаться, окружать эмбрион, то есть дальше все уже прет за счет этой мембранной сумки. Потому что есть же другая ситуация, когда зародышевые клетки, да, начинают делиться, остаются стоплазматические мостики, и часть специализируется как раз тоже впитающие клетки. Все правильно, у нас работа особенная, то есть, чем 40-е, но да, нет, в данном случае, как бы, конечно, такого не происходит. Еще вопросы? Что-то я вспотел. Можно вопрос? Коллеги. Может быть, какие-то суждения? Есть вопросы, есть вопросы. Марина, может быть, есть онлайн вопросы. Надо включить. Включите мне звук. Давайте. Сейчас, сейчас, одну секунду. Еще раз, Марина. Есть вопрос у Алексея Владимировича. Алексей Владимирович, да. Дорогой, здравствуйте. Андрей Николаевич, да, здравствуйте. Значит, слушай, вот такой вопрос. Примеров приводилось множество сходных структур. Да, вот к Недарии, там, не к Созоу, я так понимаю, имею. Вот там ортонектиды, вот там слезевики и так далее. И с другой стороны, там, млекопитающие, да, анихофоры и вот циклостомоты. Все-таки сформулируй, пожалуйста, в чем вот уникальные черты циклостомотной вот этой организации, да? Значит, в первую очередь, то, что у животных, у свободно живущих, не паразитов, нет структуры питающей, вот типа плацентарного аналога, основанного на ценоцитах. У них, если и есть, ортонектиды, миксозои, микросфоридии, если микросфоридии, что называется, есть синцитиальные структуры. То есть по механизму кардинальное отличие между циклостомными мшанками и всеми остальными, у которых есть что-то похожее, то, что это одна или несколько огромных клеток, формирующихся за счет мультификации ядер циклостомотического роста, но не за счет их слияния. Это раз. Второе. В принципе, мы можем сравнить плазмогию, ортонектиды, миксозои и микросфоридии вот с такой кормилкой. Ее нельзя сравнивать с плацентой напрямую, потому что это как бы стадии, вложенные в ингредиенты. Но в принципе, так все же, теоретически мы можем это делать. Ну, дальше очень похоже, ортонектиды. Внутри плазмогия, ортонектиды и изгиль. Отличие рециклостомот в том, что все идет за счет одного яйца, одной клетки. Что происходит у ортонектиды? Ну, потенциально то. На самом деле это тоже клоны. То есть тоже, опять же, вот это морфофизиологические конвергентные конвергенции, они здесь просто совершенно замечательные. Поэтому основное отличие, еще раз повторюсь, да, это то, что мы имеем дело с ценоцитарным, плацентарным аналогом питающий калию, да, образование механизмов, у свободно живущих организмов. Кроме всего прочего, у животных. Ответил ли я? Да, понятно, спасибо. Марина, есть еще вопросы в онлайн? Поднимите руки, если у вас есть вопрос, а то можете его и задать. Нет, нет вопросов. Можно вопрос? Я хочу в голове у себя уложить более как-то хорошо. Есть сенцити, есть ценоцит. И мне все равно вполне понятно вот это различие между ними, тем более, что сенцити, насколько я понимаю, могут, на нас не интересует, как они формируются, и они могут сформироваться именно так, как формируется ценоцит, вот так это звучало. Нет. Нет, нет. Нет, есть строгие термины, есть строгие правила игры. Термин артогенез означает артогенез. Да, то есть по результату, по результату, да, сенцити по определению был введен для животных, опять же специалистами-паразитологами, для образования, ну, за собой не одевочками, вот, для описания ситуации, когда формирующаяся единая структура есть результат слияния отдельных клеток. Они формируют сенцити, да, за счет исходно эти клетки отдельные. Они сразу, как бы, вот во время дробления, они отдельные, да, а потом они начинают сливаться друг к другу, но это не только неодерматы, это, на самом деле, венное количество, ну, губки, например, да, то есть вот скеплярные губки, то же самое, да, тоже, это сенцити, это не ценоцит. Ценоцит, это одна клетка исходная, одна, она вот, как бы, в ней, вот я показывал картинку, видел в ведро, да? Я видел, но вот когда личинка, да, гексирпенолитная формируется, то там небольшие участки формируются хорошо, за счет слияния, пускай, но когда распространяется этот сенцити, он за счет чего распространяется? Ну, я консультировался у Юрисковского, он считает, что все равно это все слияние. Хотя сказал, что... А вот клетки подберутся для слияния, губка-то большая вырастает. Нет, они делятся, а тут почему они не могут делиться, а аркеоциты почему не делятся? Внутри. А, аркеоциты и подсоединяются. Да, и подсоединяются, да, подращиваются. Я, тут, у меня все ходы записаны, то есть, что запубликовать такую верхнюю, что мы самые крутые, я, в общем-то, постарался. Можно я поясню, значит, действительно, ну, я тоже этим интересовался, синцити, это образование за счет слияния клеток, да, и это прослеживается. От плазмодий, фактически многоядерная амеба, это плазмодий, то есть, это рост за счет деления ядер внутри плазматического тела, оно может быть огромным, это много приборов. Ну, результат точно, да? Результат, ну, мы можем сказать, что это принцип реальности не бывает комбинированной ситуации, когда происхождение за счет нескольких отдельных клеток, и затем деление клеток ядер продолжается. Да. И растет, ну, ну, и как мы тогда называем ее? Слушай, ну, если мы берем данные статьи специалистов, которые работают, мы сами проверим, что на кого-то полагается, да, ну, то есть, теоретически, то, что, как бы, сейчас было произнесено, ну, конечно, возможно. Ну, то, что написано в литературе по всем этим группам, достаточно жестко, и это вещи, и это собрается, и с этим работали. Причем не только тогда, во времена световой металлоскопии, но и на этих тронах. Я вот эту картинку, еще раз, если можно, я покажу ее, она совершенно чудовищная, то есть, это вот, да, это одно ядро, и то, что вот с этими ядрами там происходит, это, это... Можно добавить. Иглокожие синтетки там, например, синтетки растет, это не гидкость, но не гидкость. Они к нему подсоединяются? Они к нему подсоединяются? А дальше этот рост, это их файл. Значит, у них тоже есть такая... Они растут. Там у них являются новые клетки, которые сливаются, уже отсвечиваются, а именно синтетики. За счет влияния ядер. Хорошо. То есть, сначала... Да, да, да. Да, сначала образуются синтетики классики. Да? То есть, здесь насчет слияния. Синтетики, которые начинают... Генеральная такая фапсулька тронироваться. Дальше происходит слияние этих клеток, тронируется синтетикой, дальше растет это, как сама по себе. Вот. За счет влияния ядер. Хорошо. И синтетики эти растут, постоянно растут. Все, великолепно. Спасибо большое, отлично. С вашего позволения. Я могу на доске нарисовать. Больше того, при глобожах есть и даже и петельность. Такая же история. Синтетики есть и человек. Есть, есть. Плакшензия. Да, поэтому синтетики встречаются очень красиво. Синтетики и трофоглаз. Но это все слияние клеток. Она из-за цвета. Есть примеры с два цены. Посмотрите, вы видите. У кого? У загородящих. У кого? Ну, например, чтобы... Я не расслышал, у иглокожих. Да, конечно, я их все знаю. То есть, вы знаете, и вегастровская работа, то есть... Есть, есть, есть. ...получает безопределенный участок в стане гипотерапии. Угу. В 2016 году я опубликовал большую статью в Искеологии Парелли, где все эти примеры указаны. Спасибо большое. Угу. Ну, там ее не перерезать, кстати. Да, Андрей Григорьевич, еще раз. Нет, это даже не вопрос. Я просто хочу сказать, что мои представления личные, биологические, они немножко пострадали сейчас. Я подумал, что, может быть, это действительно какой-то закон, да, вот сейчас прозвучал, что либо так, либо так формируется вот этот сеноцид, а вот этот сеноцид. Но до сих пор пока я еще... Ну, мне кажется, что мы можем найти примеры роста структур за счет в начале объединения, потом рост, ну, в смысле, деления ядер. И вот это... Как и есть. Так, если так и есть, тогда вот эти два термина, они не строго разграничены. Нет, тут можно сказать, что по разному, как бы разными путями, идет образование, вернее, последовательные этапы развития такой структуры. Я включил, кстати, на счет этого. То, что где-то сказал ей большое спасибо, да, и, естественно, я это изучил. Вообще, это связано с маловредочным. Вот мало вот этих изначальностей, а дальше идет просто для развития структуры. И не появляются новые, которые должны слиться. Мне кажется, просто в каждом случае, возможно, даже очень индивидуально и экологично будет решаться. Да, да, да. У вас здесь строится такая эволюционная такая вещь, она вдруг всплопнется до каких-то индивидуальных случаях. Такой риск. Нет, 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 не боюсь ответить. Значит, в том смысле, что предлагаются варианты, то, что Диде Георгиевна описала, образование эссенцити, и дальше его рост за счет мультипликации ядерцев, то есть дальше идет по ценоцитному типу. Да, да. У нас то, что здесь может быть, это наоборот, образование нескольких, ну, сложно подтвердить, но образование нескольких вот таких ценоцитов, которые потом, в принципе, вот то, что вы здесь видите, это несколько клеточных контактов, но кроме этого есть еще эти пазматические мости, которые объединяются в единую систему, которую теоретически можно считать, конечно, чуть ли не сенситным. Да, и вот вам перевернуты здесь песчаные мультипликиции, песочные мультипликиции. То есть прямо противоположная ситуация. Да, отлично. То есть мне это нравится и очень хорошо. Вы понимаете. Еще суждение, вопросы. А можно вопрос еще? Да, конечно. Вот, значит, что происходит в гонозоидах, там у кризиит, да, понятно. А что происходит в выводковых камерах, там, не знаю, у Лихинопоры, там Диспареллы, вот у этой вот компании? Ну, это наша следующая статья будет, поскольку у нас есть данные для этого. Вот картинка как раз Диспареллная, да, вот этот вот якобы гонозоидах. Там сложно, там нет на самом деле гонозоидах. Там, возможно, один или два зооида резервируют свои стенки, и вот эта вот питающая ткань с эмбрионами начинает распространяться по так называемым альвеолам. Промежутки между, помнишь, как она устроена, да? Да, вот промежутки между цилиндрами и зооида заполнены такой губчатый скелетный, ячеистый, ну, наполнительный, тканей ее можно назвать. Так вот, Борг показал, на его препаратах, по крайней мере, видно было, что взрослые колонии эти стенки очень сильно редуцированы, то есть, как бы, вторично высвобождаются пространства между летами и зооидах. Вот здесь это, как бы, черные щели, это там, где расположены альтозоида, их просто не видно, они распорились. А вот это вот все остальное вторично заполняется вот такой огромной инкубационной камерой, результатом слияния одной или двух вот этих вот самых мембранных сумок, которые стали процентарными монологами. Здорово. То есть, у них вот эта самая питающая ткань, да, трофическая, это результат объединения материала, получается, нескольких... Например, двух зооидов, потому что у них, бывает, встречаются два аэциопора, как ты, может быть, тоже помнишь, да, две трубочки для удаления лицинок. От этого можно пресать. Можно судить, что два зооида трансформировались вот в такую единую общеколониальную инкубационную камеру. Здорово. То есть, это такая надзаидальная конструкция, которая есть результат, как бы, да, очень тесной интеграции нескольких зооидов, да? Здорово. Да. Спасибо. Еще вопросы? Суждения? Ну, наверное, спасибо за внимание, да? Тогда спасибо за внимание, и давайте скажем вместе. Спасибо за замечательный доклад. Я думаю, что мы без перерыва переходим уже к работе, тоже естественно, в основании своей научной, но это магистратура второй год, это Станислав, нам сейчас презентацию выведет, мы увидим название, не буду зачитывать, научный руководитель Дарьи Юрьевна Крупенко и научный результат Алексея Александровича Миралевна. Я их не... Дарья на занятии. Все, да, есть поддержка. 15 минут. 15 минут. Можно расшарить презентацию, простите? Продолжение следует... Продолжение следует...